Село Шахазаны Канажского района стало победителем республиканского этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика». Специалисты оценивают экономическую и градостроительную политику. Насколько эффективна обратная связь с жителями и как на местах укрепляют межнациональный мир. О том, как проекты превращаются в конкретные дела, расскажет моя коллега Наталья Мальчикова. Этому зданию 200 лет. Для местных это не просто бывшая школа, но и уникальный объект истории, культурное наследие. В этой же Казанской средней школе я учился с 1973 по 1983 год. А еще в этой школе учился Михаил Сеспель, а в годы войны здесь размещался эваку-госпиталь. Благодаря местным инициативам здание отреставрировали, и теперь его история продолжится в новом качестве. Здесь разместится районная библиотека. Проект стал победителем номинации «Городостроительная политика». Сумма реставрационных работ по этому объекту 21 миллион 880 тысяч рублей. Сейчас мы находимся на завершающем этапе. Ведут работы по благоустройству территории. Внутренние работы практически все завершены. Окна, фасад и даже кованая перила. Реставрационные работы проведены сохранением уникального стиля. Отремонтирована инженерная инфраструктура, закуплена мебель. А снаружи работа все еще кипит. Строители заверяют, что с такими темпами они завершат благоустройство территории уже к следующей неделе. Укладываем брусчатку, меняем асфальт, меняем бордюры, устанавливаем заборы, реставрируем памятник. Данные работы мы хотим завершить уже через 2-3 дня. А это будущая школа искусств. С нового учебного сезона дети смогут заниматься здесь музыкой и искусством. До этого мы занимались 6 лет в здании общеобразовательной школы. Очень рады, что сейчас у нас появляется свое родное здание. У нас дети занимаются 10 лет. Сразу после снятия ограничений ждет гостей и новый Дом культуры. Напомним, он открылся в прошлом году и уже стал победителем номинации «Укрепление межнационального мира и согласия. Реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне». По мнению специалистов, это признание труда педагогов и работников культуры. Проект посвящен, прежде всего, чтобы разные нации, которые живут в шказанском сельском поселении, жили в мире и согласии. Мы для них устроим праздники, праздники дружбы. Раньше вот люди пожилого возраста, раньше реже выходили в клуб, а выходили большинство молодежи. Ну а теперь мы замечаем, что выходят люди пожилого возраста. Подумали и о самых юных жителях. Для них уже готовы игровые площадки и площадка для спорта. В перспективе строительство волейбольной зоны и установка силовых тренажеров. Работы разделили на четыре этапа. В прошлом году мы реализовали первый этап на сумму более шести миллионов рублей. Построив спортивную площадку, одну спортивную площадку с искусственным покрытием. Ведутся работы по благоустройству дворовых территорий дома номер один, дома номер четыре и двенадцать. В течение ближайших двух лет мы принятую программу именно в рамках администрации казанского сельского поселения. Будет полностью реализована эта программа. Результаты такой работы очевидны. Впрочем, как и само желание жителей сделать село комфортным для проживания. Недавно построили детские площадки. Мне, например, очень приятно со своими родными братьями и сестрами гулять на них. Сами мы со своей молодежью, с друзьями гуляем на площадке, играем в волейбол, в баскетбол. Лучшие практики муниципалитета представят на федеральный уровень. Так, в прошлом году на данном этапе конкурса отличилось Сугайкосинское сельское поселение этого же района. И с каждым годом список конкурсантов растет. Ведь проигравших в этом случае нет и быть не может. Наталья Мальчикова, Николай Скворцов, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok